Завершился финальный этап проекта главы Карачаево-Черкесии «Кадровый резерв». В течение нескольких дней 39 финалистов проходили различные испытания. Каждый из участников готовился к защите своего проекта перед экспертной комиссией. За ходом защиты наблюдал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Финал проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесской республики» собрал самых лучших и самых компетентных участников. Сейчас идет защита проектов и совсем скоро мы узнаем имена победителей. Вот уже несколько дней финалисты готовят свои проекты и общаются с экспертами. Важно отметить, что прошли все этапы конкурса 30 участников. Сейчас каждый из них оформляет и дорабатывает свой персональный проект. Также профессиональный психолог оценил компетентность участников и их готовность к руководящим должностям. Эксперты отмечают, что у всех финалистов есть потенциал и будет очень сложно выбрать самых лучших среди них. Представлены очень разные представители всех профессий. И бизнесмены, и учителя. И многие из них, представляя свои проекты, привязывают их к тем потребностям, к тем нуждам региона, которые они сами видят как обычные жители. Это экологические проекты, это работа с инвалидами, это социальные проекты с волонтерами. И много интересных предложений, которые сегодня эксперты оценят. И я думаю, что к вечеру мы узнаем имена победителей. Задача проекта финалиста Эльдара Батчаева – создание условий для развития института лидерства среди молодежи и поддержка талантливых людей. Участник проекта «Кадровый резерв Карачаево-Черкесия» отмечает, что для них данная площадка – это прекрасная возможность пополнить знания и реализовать свои идеи. Из знаний получил и компетенции, и те знания, которые я получил в ходе реализации проекта, они мне помогают и в работе, и в жизни. Поэтому, безусловно, я в первую очередь благодарен главе Карачаево-Черкесской республике за предоставленную возможность вот так проявить себя на уровне региона. Я нахожусь в большом восторге от той экспертности, от тех знаний, которые нам здесь предоставили. Каждый семинар, каждый мастер-класс – это что-то новое. По проектному управлению, по социальному проектированию, по тому, как нужно подходить к проблематике, как ее нужно искать и как ее нужно решать. Это незаменимые навыки для современных специалистов, наверное, во всех областях просто. Все проходит предельно прозрачно, отмечают представители дирекции проекта «Кадровый резерв». Во время защиты проводятся онлайн-трансляции. Это позволяет каждому видеть, как презентуют свои проекты участники и по каким критериям оценивают них эксперты. Следует обратить внимание на то, что установленного количества победителей его нет. Есть требования к тому человеку, которого мы хотим признать победителем. И здесь требования именно следует обратить внимание, что к уровню компетенции, к уровню знаний, к навыкам, к психологической готовности человека к замещению руководящих должностей. Если человек соответствует этим требованиям и набрал соответствующее количество баллов, то он проходит. В итоге в финале проекта главы Карачаева Черкесии «Кадровый резерв» стали победителями 14 участников. Их проекты были высоко оценены экспертами. Еще раз они доказали свой профессионализм и потенциал личностного развития. Алихалип Шоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаева, Черкесия.